ребятушки всем привет всех приветствую на канальчике такси кул фбр на связи как вы видите я вещаю города харькова коренной житель поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на канальчик в поддержку харьковчанина готовьте чаёху ляля кебаб и мы стартуем ready steady go погнали зола наша получается два ящика почти каждый раз уже тех дров фигня осталась я думаю еще на раз уберем и все у нас буржуй разорвается тени потихонечку разорвается разориться то сейчас надо чтобы не потух добавить еще дров туда чуть-чуть будет и потом сверху уголь все таки дела плюс за себе думаю побалую себя хоть в разы годы 70 гривен короче купил кровянки в магазине в этом короче ребят срачка у меня от этой кровянки то чего и следовало было ожидать от магазинной да ну говорю как есть делюсь как оно есть в итоге вы что думаете я выброшу а сейчас я и так взял одно колечко оно там не сильно много вышло думаю шикану как говорится хоть раз себе в жизни позволю того чего давно хочется в итоге я ее сейчас порежу ребят и на сковородочку и будет перекус таксиста чек я ее просто обжарю я помню как раньше когда поросята у нас были резали поросят и вот это первая кровь с мясом жарит салом вернее жарится на сковородочке охи смаката ребят охи вкусно а кто еще напишите кто пил кровь я вот это пил кровь получается но как мужики там пили и мне давали еще дядька царство небесное это дай малому хай попробуй то ты шо венчишка же малыши куда тогда и хай попробуй хай запомню я вот это на всю жизнь запомнил так что таки делай как это кровушка как говорится на курс помогал тоже резать поросятам придерживал то все там что-то подавал еще малым пацаном был такая она как говорится полусельская жизнь че сельская че как ее назвать я не знал у меня она больше на сельскую похоже так и не забываем про наш чайок вторяк а то вы что-то вообще расслабились олег а так пока котел разгорается надо быть навзорься там же сушатся мои носки и трусы как вы видите все как обычно так сейчас мы чуть не упала в общем одна рука неудобно сейчас я тут быстренько комфортабель и сделаю кастрик то начала разораться подкладываю уголь кстати смотрите какой красивый уголечек наш украинский и вот так туда вручную распихаю тоже прогревается уголь без дров не распалишь ребят сейчас наведу порядок и закрою и тут у нас горит тут у нас жарится все по красоте кровяночка пошла на сковородку она кислым какой-то запах у нее подванивает короче поняли ребят я думаю сейчас прожарю и и все будет четко короче готовится перекус таксиста чек завтрак олигарха светские львицы я сомневаюсь что бегут конечно но тем не менее здесь уже на страже порядок накрываем и ждем и брюки превращаются в элегантный слой главный шону обработается при высоких температурах тут уголем уже шкварится слышать на нашу вот эта труба не перегревалась пока такая что можно удержать как только перегреется сразу перекрывая все и хайану так бауголь дает такую высокую температуру шухану а мы с вами тут этими делами занимались на улице уже у нас что ребятки посветало уже рассвет и 0 градусов так и осталось идет дождик таки делай сприцы таблетки кругом и на кухне и в комнате ребятушки цыбульки для пикантности погнали камера не передают запахи я думаю что блюдо это и так довольно таки пикантная получилось штепан стоит на всю хату запах он не передать просто стоит такой ребят же просто каким-то фу ну вонючим таким как с мусорки только жесть короче поняли как будто когда мусорка подъезжает и она выдавливает уже вот это вот и вот это сок когда с арбузов с таких мусорок течет вот это вот этим соком аж воняет с мусорок короче же самый сок я бы сказал блюдо так и называем самый сок мусорок о кстати ножик тоже с мусорки по принципу тоже когда-то его выбросили не подобрал может носик подточил и вообще отличный режет мой любимый кстати ребятки блюдо наше считаю готовым я его готовил честно признаюсь не по времени не засекал сколько оно готовилось чисто так прожарилась и все на чисто на ощущениях ну что ребятки всем сразу приятного аппетита кто кушает роскомфу распаковка нашего блюда распаковка погнали значит почему я заикнулся потому что я как раз в этот момент придумал название этому блюду и название этому блюду знаете какой будет такой немножко с итальянским намеком на богатство я бы сказал комфортабили какали вот как будет называться это блюдо но но изначально уже напоминает как они до чем-то вот она уже так как приготовилась распаковка ребят погнали дегустейшн самое главное это продегустировать данное производство произведение искусства и не обрагаться почему потому что штепан стоит до был и так надо найти хоть такое какой-то чтобы чтобы она не то чтобы по вкусу вкусно но подуть я еле сдерживаю себя ты конечно объедение прихотливый нос это жесть горячий надо подуть давайте так кусочек с пломен такое даже зевсу страшно давайте собаку не собираюсь строить напишите да да зевсу травить собаку вот придумали ну если так как дуриану то знаете едят показывают по телевизору так цебулькой закусывать хорошо так класс я запах не чувствую блюда вообще ем как бумагу субстанция какая-то окрылась придумал да о а это ну вот сейчас повольняло Чисто какими-то кишками не мытыми, вот кто когда разделывал какую-то худобую, освежевал ее как-то правильно. Я думаю, как говорится, когда ты с голодного края, то съесть можно, но плохо, что ютуб запахи не передают. В общем, там прямо перед камерами попадали, напишите, вы, может, и так попадали, а то, я думаю, половина из вас блевать бы побежала. Кто-то такой за донаты хавает, Саня просто питается такими продуктами. Так что присылайте, может, там посылки, будем дегустировать скорпионов, прусаков есть жареных, саранчук каких-то, пауков, тарантлов. Кстати, я всегда мечтал поехать и похавать вот этих всех прусачьев, что-то это продают там на восточных рынках. Поехать. Ну, как бы, поняли, отдохнуть и попробовать, потому что, ну, я как считаю, если бы я там родился с пупенка, с маленького, да, и меня бы с детства кормили этими жуками, то для меня бы это было бы нормально. У меня бы ам, шоколад, дуб, цереста, и все, и порядок, понимаете? Так что, как-то так. В общем, всем приятного аппетита, добра-бабла и позитивчиков. А я буду доедать наше блюдо. Ну что, ребятки мои хорошие, полирнул я всю мисочку, короче. Чуть. Теперь полируем нашим чайком в таряку. О, ляпота, красота и смакота. Всем приятного. Ребятки мои хорошие, всем привет поближе. Многие из вас пишут, Александр, как там, сейчас слышны взрывы, как вы там, живы-здоровы, все ли с вами нормально, как там ситуация. Ребят, ну я вам должен сказать, что я лично взрывов никаких не слышал, но было что-то похожее, вот такое, как на взрывы, да? Но отдаленно. И я как бы прогонял эту мысль, думал, что это все-таки не взрывы. Может где-то или что-то упало, или машина там какая-то фура громкая проехала, да, ребят? Тарахтило что-то у нее. Но, как оказывается, подписчики слышат какие-то взрывы. И я так понял, что это, скорее всего, где-то в области, ребят. В области, бывает, доносятся, собственно говоря, взрывы, и их слышно. Слышно, и животные слышат это вообще на раз. Вот Зевсуня это точно чувствует, слышит, и совсем другое у него становится, ребятки, поведение. В разных точках города, сами понимаете, город Харьков, он очень большой, город-миллионник. Где-то слышно, где-то не слышно. Плюс это зависит от времени. То есть, если время, как говорится, комендантский час, что люди сидят дома и тишина на улицах, то это одно доносится очень хорошо звук. Если уже, как говорится, люди вышли на улицы, ездят машины, то звук можно или перепутать, если он где-то далеко, либо же, собственно говоря, не услышать. Я так подозреваю, что это, скорее всего, на Купенском направлении доносятся к нам оттуда звуки. Это Харьковская область. Не нужно про это забывать, ребят. Надеюсь, вы живы, здоровы, и все с вами хорошо, ребят. Побольше, как говорится, вам жизненной энергии. Багирочка лежит вот передо мной, тоже помогает записывать видео, согревается, как может, в хате Дубео-Холодео. Пока натопишь эту хату, пока она прогреется, бедная кошка с ее почками, конечно, точно это не для нее такой климат в доме. Ребятки, у кого есть возможность помочь на дровишке, на лекарства для кошки, также на корм для других наших животных. У нас тут мини зоопарк, если кто не в курсе, ребят, и попугаи, и рыбки, и черепахи, и кошки, которых мы приютили, и собака. Карточки Privat Mono в закрепленном комментарии и под видео. Всем буду благодарен, ребят, всех поблагодарю. Огромное спасибо всем, ребятки, за помощь скажу обязательно. Держимся, ребят. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой, пишите комментарии, подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграмм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TOXICUL21, вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку, до новых встреч!